Всем привет! С вами канал Стофити и я ваш любимый Санечка. Сегодня мы пришли на рыбалку. 28 марта. Сейчас у нас уже вот времечко. Я думаю, что мы порыбачим всего только, наверное, до 10 часов вечера, потому что клев уже очень-очень сильный. Мы сидим буквально где-то полчаса и наловили вот столько рыбы. Сидим мы также с нашим обогревателем и с газовым баллоном. Температура в палатке. Палатка, конечно, моя, 4Т. Снегирь обыкновенная. Вот. С хайкелем сидим. Тунисец. Рыбачит уже вовсю. Очень ему полюбилась наша рыбалка. Сейчас посмотрим, как он у нас тут будет рыбачить. Сидим мы на том же самом месте, где сидели в тот раз. Это вы видели рыбалку ночью также, где мы сидели Саня, Коля, Юрка, я, хайкель. Температура за бортом у нас сейчас где-то примерно минус 3-4, ветер также где-то метра 3-4, северо-запад. Давление, конечно, упало, но это как раз для сороги. Клев очень хороший. Слава Богу, ветра у нас стихли, поэтому будем чаще уже выходить на рыбалку. Думаю, вскоре сниму рыбалку с палаткой 4Т Лонг, когда у нас толпа соберется хорошая, чтобы посидеть и было видно, сколько человек влезает в эту палатку. Ловим мы сегодня только-только на тесто. Не будем мы сегодня пробовать ни на что больше, кроме как тесто, потому как на него только и клюет. Вот, смотрите, вот это у меня уже поклевочки такие. Вот, сорожная небольшая, поэтому мы ее сейчас выпустим. О, какие хайкель вытаскивает у нас. Вы знаете, я сейчас подцепил опарышей, и смотрите, все равно клюла сорога. Но я сделал по-хитрому, я просто сразу взял и опустил ее на дно, так, чтобы приманка у меня не шевелилась. Потому что, как только начнешь шевелить, сразу же ерш замучает. Поэтому сразу ее кладем, удочку, сразу же. Что я и сделал. Вот и поклевочки пошли. Смотрите, так же клюет, на опарыша клюет сорога. Точно так же, и сорога неплохая. Посмотрим, что дальше будет. Хотя, в прошлые разы, хайкель не даст соврать, на опарыша клевал только ерш. Да, хайкель? Да. Поэтому она плотву, всем говорю, сразу же опускайте на дно, чтобы она не шевелилась. Все, положили удочку и не трогай. Тогда начнет клевать очень хорошо. Мы же сегодня пришли, а лунки все были замерзшие. Так я шумовку сломал. И вот сейчас придется чистить руками. Но это ничего страшного. Почистим рукой, это не проблема. Потом пришлось сходить за веточкой, точнее за веткой хорошей. Все это хозяйство продолбить. У нас стоит, вот теперь небольшая. Днем бывает до плюс двух, а ночами минус четыре, минус семь. Но почему-то, видите, сорожка такая помельче. Ну, не знаю, как это говорят, за мелочью и крупнячок подойдет. О, видите, и хайкель тоже начал ловить на опарыша. Ну, и вот она, куда она денется. Приманка у нас вот такая вот, обыкновенная, магазинская, как говорится. Но для леща и плотвы написано было. Но в нее добавил манки и добавил кукурузы. Вон хайки, смотрите, дуплетик поймал. О, какой молодец. Прикормку опускать на дно в кормушке нет смысла. Метер двадцать у нас лед, дальше сантиметров тридцать у нас получается вода. Барихуана у меня сегодня на работе, жалко. Так бы она бы тоже пришла на рыбалку. Ох, вот этого уже, вот это вот уже возьмем сорожку. Ох ты хорошая идет. А, нет, опять дуплетик. Опять дуплетик. Но мелкий дуплетик. Поэтому выпускаем его. Одновременно опускаем две удочки. Опустили. И смотрим, на какую же первую заклюет. На тесто смотрю. Ох, на тесто пошла. Вот какая. Вот какая на тесто. Вот это хорошее на тесто. Тесто я замесил так же, как и в те разы. Манка плюс мука. Ох, какая. Вот это вот сорожка хорошая. Нравится мне такая. И хаки сейчас очень хорошую поймал. А вот это вот клюет у нас на тесто. Ох, какая. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Прошла она отлично. Кстати, посмотрите. Вот сколько времени. 21.32. Порыбачили мы 4 часа. И наловили вон сколько рыбы. Смотрите нас. Комментируйте. Ставьте лайки. Подписывайтесь. С вами был канал Стофити. И я, ваш любимый Санечка. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok